всем привет я сегодня осталась одна сегодня выходной у меня муж на работе поэтому без дела то сидеть не могу решила разобрать свои склады боеприпасов проверить свои семена что мне в этот год я буду сажать что не буду сажать что я прикупила так что поехали посмотрим чего у меня есть вот сейчас я покажу семена которые у меня остались прошлого года которые мне дала мама и которые пришлось мне купить еще в этом году дело в том что сейчас у нас такая проблема с этим коронавирусом я не могу перейти границу в россии где я обычно покупала семена по чуть-чуть при носила вроде бы нельзя провозить семена но как-то никто ни разу замечаниями делал не не делал также какие-то удобрения приходилось покупать в россии потому что я их знаю сейчас ситуация сложилась такая что то что предлагают здесь в магазинах удобрения там средства от насекомых и еще что я их не знаю я не знаю какие покупать здесь нет м препаратов здесь нет ну как мы привыкли там минтавир искра или еще какие-то там от нас нет насекомых препараты не знаю как будет этим летом видимо придется каким-то дедовским методом пользоваться но посмотрим что будет в общем хочу показать помидоры которые томаты которые пришлось мне купить здесь сортов я абсолютно не знаю как я буду пользоваться я не знаю еще в интернете какой-то перевод и или описание этих томатов везде разница в описании в общем брала томаты чисто по одному принципу красивая картинка и перевод на русский язык в общем купила вот такие вот томаты название ох оксхерт читаю перевод на русский язык томаты известны под названием бычье сердце в общем купила люблю очень крупные томаты очень люблю но иногда надо томаты и повялить иногда и надо в баночке их закатать поэтому покупаю не только крупные в том году покупала в ивангороде магазин там дачник есть очень хороший покупала томаты розовый царь очень не понравились эти томаты крупные вкусные семян еще немножко осталось я так поняла что это все таки сорт поэтому придется самой семена собирать хотя как-то я это обычно не практикую свои семена также купила в том году вот такой вот оранжевый гигант но этот томат я не поняла какие-то ну абсолютно шарики оранжевого цвета и абсолютно не гигантские может он высоту гигант а сами помидоры крупноплодные написано оказались я даже не знаю как сказать неудачные попробую одну семечку посадить в этом году еще посмотрю что из них получится не знаю вот у меня еще есть тоже из старых запасов дебарао черный вот они мне очень нравятся они все время урожайные и хоть засолку и хоть повялить и красивенькие правда уже тут срок годности уже давно истек но я в этом году их еще посажу и семена соберу также вот у меня я уже много лет сажаю вот эти вот томаты все из одного пакетика по одной штучке космонавт волков это очень классные томаты ярко-ярко красные насыщенные большие при большие и внутри салата наверное хватит одной помидорки и вот тоже я в духе экономлю тут по одному по одной штучке по 2 посажу также в том году купила я вот фирму партнер томат верочка ну что он высокоурожайный затем очень рано спеет насчет ранней спелости я честно говоря не поняла и вроде как его можно садить и на улицу я высадила в открытый грунт лето было дождливая они у все очень испортились и загнили от этого дождя а в теплице как-то ну ничего особенного так же какие банановые ноги два года садила их и все больше садить их не буду очень мне понравился вот эти вот томаты полосатый шоколад здесь на картинке он такой вот как будто как недоспелый на самом деле у них цвет гораздо более насыщенный у этих томатов и очень изумительный вкус их немного на кусте но один кустик посадить можно вот для такой для экзотики бордовые внутри вкусные и сладкие очень хорошие томаты чисто себя побаловать любимого такие томаты можно посадить вот такие вот у меня еще были томаты сахарная слива один год я их сажала их было посадила их было очень очень много томатов в этом году их было немного но я посмотрела что они же тоже хорошие в засолке также они хорошие вялить я люблю томаты поэтому пару кустиков тоже посажу два года назад я купила случайно даже купила два пакетика вот этих вот томатов золото востока я искала томаты оранжевые типа хурма или еще какие-то и вот попались мне вот эти вот на картинке красивые отзывы почитала про этот томат были не очень что он якобы не особые урожайные вы знаете это очень замечательный томат и я прямо рада что я прихватила случайно еще один пакетик в магазине теперь у меня вот целый вот этот вот пакет томаты безумно вкусные они удлиненные их режешь прям как колбаску на хлебушек это до того вкусно также я их и вялила резала тоненькими кусочками и в сушилке подсушивала их на кисти 45 штук они очень крупные очень вкусные кусты не болеют только вот здесь написано что они до двух метров высотой у меня они метра полтора наверное вырастали они как бы не особо высокие а сейчас покажу томаты которые я купила здесь ну вот как выяснилось бычье сердце купила здесь посмотрим какое оно в местном разливе также купила вот такие вот herodes не знаю что за томат но вот по моим ощущениям вот это вот место вот у него как бы на картинке оранжевая то есть спеет он неравномерно то есть тут сначала видимо спеет потом здесь ну как правило такие тоже бывают томаты вкусные тоже купила по принципу то есть перевод на русский язык средний ранний сорт для выращивания в теплицах и вообще-то и не очень они крупные 160 200 грамм ладно посмотрим что за помидорки потом вот купила вообще какой-то ноу-хау тайское яйцо видимо если перевести high egg розовое тайское яйцо вот почитала про него в интернете что это ранние томаты только вот высота растения я уже потом дома увидела что невысокие не такие они очень люблю но посмотрим и пишут что обильно плодоносят вот посмотрим что что это за яйцо такое и купила вот такие вот золотые черри я раньше такие не сажала черри вот такими вот гроздями как магазине отзывы про него прочитала что очень хороший томат что его надо формировать в один стебель так что посмотрим вот они вот четыре томата местной местных магазинов носились посмотрела они и латвийские чешские эстонских чисто нет сортов поэтому посмотрим как они себя покажут может не так страшен черт как его малюют сейчас покажу еще томаты которые я садила и которые дала мне мама в том году вот это вот это мамины семена вот ее пакетики таки это розовый гигант я их посадила в том году кустика 4 наверное помидор было немерено очень много очень урожайный сорт вкусные помидоры я из них и кетчуп и делала и соусы и чего только не делаях было очень много вот этих розовых гигантов и сейчас еще покажу один мой один из любимых но это я собирала эти семена называются зеленые но они это малахитовая шкатулка вот они раньше всех спеют вот это очень вкусные томаты поэтому я и семена собрала с них чтобы были это же вот мы делаем бутерброды намазываем хлеб на маской сырной сверху помидорку муж присаливает я нет и очень вкусные вот эти помидоры первый год я не знала что это за малахитовая шкатулка я посадила 10 кустов и мужу на работе кто-то там еще 6 кустов дал в итоге у нас все было завалено этими зелеными помидорами я не знала что с ними делать их было так много но представляете зеленый кетчуп вот у меня были кетчуп и зеленого цвета поэтому вот сейчас я их сажаю немного но в том году 4 кустика сажала и безумно мы любим эти помидоры они крупные и очень вкусные и еще хочу показать томат который заслуживает внимание это тоже не дала и мама и я вот собрала в пакетике если получится я еще не умею видео монтировать если получится я вложу фотографию называется медовые пальчики черри это очень сладкие помидоры безумно сладкие как конфеты они вытянутые длинные желтые и в зеленую полосочку как арбузики наберешь полные карманы и ходишь по огороду ешь как конфеты безумно вкусный томат вот мне остались мамины семена и я свои тоже собрала семена вот ну и тут мамины тоже какие то есть семена вот золотые купола нам не дала не мне почему-то в том году даже не зашли вот и еще тут я даже некоторые еще и и не садила не знаю что это за томаты но я так думаю до всего с нашими сейчас условиями дойдут руки также хочу показать перцы которые я купила это я купила вот такой вот средне ранние написано я люблю здесь хорошо растут перцы толстокорые на урале как-то вы не удавались такие перца здесь они очень хорошо растут и вызревают то есть вот купила такой вот паприку также купила вот мне остался вот желтый бык и старых запасов очень хорошие вид перцы но почему то у меня они тут два раза сажала не мне почему-то не удались так купила также вот я каенский перец потому что мы очень любим острое посмотрим тоже что получится вот такие вот купила семена тоже сладкий перец называется бан это они растут к верху тоже такой средне ранний сорт искала длинные перцы очень хотела посадить типа знаете как аду вот в россии есть удлиненные и корочка у них потоньше но вот кроме вот таких вот вот таких вот ничего не нашла но посажу такие вот и еще остались у меня старые семена мама мне давала тоже вот лапоть называется он и еще мне очень нравится тоже я вот сама собрала семена мужу с работы женщина давала кругленькие кругленькие перчины как вишня черри вот мы их садим и везде я их накручу солью и потом всякие заправки всякие специи делаем хочу добавить что вот купила я еще лук нашла здесь лук exhibition я его сажаю уже два года безумно крупный лук большой но он совершенно не хранится шейка у него вот это вот не подсыхает он начинает опять ботву свою пускать но немножко посажу в этом году честно говоря думала что с луком совсем у меня будет плохо потому что я как-то приноровилась лук сажать из семян сажаю семена в том году посадила и штутгартен садила red baron садила этот господи ялтинский лук если получится фото прикрепить я прикреплю какой вырос огромный ялтинский луки все из семян марте садила семена и потом у меня был очень большой урожай в этот раз нашла еще вот такой вот лук здесь по виду он похож на шалот название вот такой вот роса лунга он вроде пишут не пишут французский сорт и пишут итальянский сорт ролики смотрела женщина на ю тубе показывала до 4 до 500 грамм луковицы растает но здесь пишут что он сладкий для салатов и запекания там в роликах и в отзывах было написано что он не сладкий поэтому посмотрим все спасибо за внимание до новых встреч